Выбор Мы поговорили с исполняющим обязанности начальника управления по взаимодействию с политическими партиями, иными общественными объединениями и СМИ Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорием Михайловичем Марголином Каганским. 18 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет 4 избирательных кампании. Прежде всего, это, конечно, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Арктической Федерации 7-го созыва. Далее, это выборы депутатов Законятного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва. И в двух муниципальных советах Автово и поселок Саперный также пройдут выборы депутатов муниципальных советов. Выборы объявляются в определенный срок. Самый первый день, когда это может произойти с выборами депутатов Государственной Думы, это 30 мая 2016 года. Любая компания, которая будет изготавливать агитационные материалы, печатные агитационные материалы, обязана уведомить избирательную комиссию, организующую выборы, о том, что она будет это делать. И она обязана при этом обеспечить равные условия, равные условия для всех кандидатов. Достигается тем, что в течение 30 дней после объявления выборов, в течение 30 дней, такая компания публикует в средствах массовой информации свои расценки, а далее эти расценки в обязательном порядке направляет в комиссию, организующую выборы. Когда этот список будет сформирован с соответствующих организаций, оказывающих такие услуги, мы обязательно опубликовываем этот список на своем сайте, кандидаты могут к нему обратиться и далее работать с теми организациями, с которыми они посчитают нужным. Этот факт публикации, это означает согласие организации по этим расценкам, неопределенному кругу кандидатов, оказать те услуги, которые в этом объявлении описаны. И она уже потом отказаться от этого не сможет. Компания, это отдельная избирательная компания, и каждая организация может сформировать расценки для каждой избирательной компании по-своему. Неопубликация этих расценок, это фактически отказ всем кандидатам оказать им услуги. Если типография вовремя не опубликовала, значит она просто отказалась от того, чтобы оказывать услуги кандидатам на этих выборах, и, соответственно, она этого делать не может. Это будет очень грубым нарушением со стороны кандидатов, так в типографию обратиться, но и со стороны типографии это будет также нарушение. Все, что печатается для кандидатов, должно обязательно полностью быть оформлено на все первичные документации. То есть обязательно должны быть договора. Это непременное условие. Условие номер два. В обязательном порядке оплата за всю агитационную продукцию должна производиться только из избирательного фонда, соответствующего кандидата, либо соответствующего избирательного объединения. Это тоже непременное условие. Следующее условие – расценки, по которым расценивается данная продукция, естественно, должны соответствовать тем, которые опубликованы ранее. Следующее условие – это то, что каждый экземпляр агитационной продукции должен быть соответствующим образом маркетизирован. Я отсылаю вас к соответствующим законам. Вы внимательно их изучите. Там в законах прописаны конкретно те реквизиты, которые должны состояться. Сразу замечу, что Кодекс административных правонарушений предусматривает наказание, в том числе и для изготовления продукции, соответствующим образом не реквизитированной. Поэтому, пожалуйста, обратите на это особое внимание. Да, участвовать или нет в предвыборной кампании – решение каждой конкретной полиграфической кампании. Мы познакомились лишь с некоторыми аспектами этого вопроса. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии.